МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии. Елизавета Кабанова, здравствуйте! И сегодня в выпуске. Вторая волна коронавируса за три с небольшим месяца унесла жизни 34-х человек. 85% летальных исходов у заболевших старшей возрастной группы с хроническими заболеваниями. Жители региона просят соблюдать спокойствие. 7 и 8 сентября на территории Ненецкого автономного округа проходит учение по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Как детское увлечение может стать взрослым хобби и приносить доход? Об этом и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска актуальная статистика по заболеваемости коронавирусом в регионе. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу, за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2020 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1909 человек, за прошедшие сутки 5 человек. В регионе зарегистрировано 38 летальных исходов от коронавируса. Один из них за последние сутки. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 172 человека. Из них стационарное лечение получают 49 человек, амбулаторное – 123. С начала пандемии проведено около 40,5 тысяч ПСР-исследований на выявление инфекции. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит более 900 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Большое количество летальных исходов от коронавируса регистрируется в Ненецком автономном округе во время второй волны пандемии. Если до мая от короны в округе умерли 4 человека, то за три последних месяца COVID унес жизни 34 человек. Кто оказался в группе риска и как избежать трагических последствий заболевания? Эти и другие вопросы обсудили в ходе прямого эфира на телеканале «Север» с руководителем Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Еленой Левиной и заместителем губернатора Ненецкого округа, руководителем аппарата администрации Андреем Блащинским. Как утверждают специалисты, очень важно перевести коронавирусную инфекцию в стадии управляемости. Это возможно только благодаря вакцинации. Мы управляем гриппом, управляем корею, краснухой, полимелитом. Только было это тому, что у нас накоплен уже значительный пул пациентов, которые имеют иммунную защиту. То же самое нам нужно сделать и с коронавирусной инфекцией. Чем больше будет вакцинированных лиц, чем больше будет пул вот этих людей, которые прошли вакцинацию, тем быстрее мы научимся справляться с этой инфекцией, не дадим ее распространяться и носить жизни наших жителей. Вспышка сибирской язвы на территории Ненецкого округа. Это легенда межведомственных опытных исследовательских учений в Арктике. Они проходят в эти дни в семи субъектах Российской Федерации по поручению президента. Ненецкий округ отрабатывал чрезвычайное происшествие в Оленеводческом стойбище. Подробности у Ольги Русул. Сортировка стада, поголовье стада, скажем так, вакцинация здорового поголовья. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Ненецкому округу Александр Игнатьев дает водную. В основу учения легли опыт ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также вопросы защиты территории, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. По легенде учения в одном из оленеводческих хозяйств начался падеж оленей причины – сибирская язва. И вот, собственно, муляжи, которые изображают погибших животных. Подобное происшествие было зафиксировано в 2016 году на территории Ямала-Ненецкого округа. Сейчас действия разворачиваются в одной из бригад сельхозпроизводственного кооператива «Харп», находящегося в пойме реки Ерею – юго-восточная оконечность болванской губы Баренцева моря. Произошел падеж 15 оленей. Лабораторные исследования показали – это сибирская язва. Мы, грубо говоря, зашли в кораль с животными, начали отделять после термометрии больных и здоровых. Здоровых мы вакцинировали вакциной против сибирской язвы. Больных мы лечим иммуноглобулином и антибиотиками. Вот, в принципе, на первом этапе такая задача. Поголовье стада, согласно легенде, 1700 животных. Численность бригады – 10 человек, в том числе двое детей. У троих из них обнаружены признаки заболевания. Первую помощь пострадавшим оказывают врачи и фельдшеры медицины катастроф. Начинаем терапию физраствором. Если надо, будем гормоны делать. Если будет температура высокая, то лечительный препарат смесь делать. И госпитализируем в отделении на вертолете. Надо отметить, что во время этих учений используется только то оборудование, которое возможно доставить в труднодоступный район вертолетом. Напомню, что, согласно легенде, все действия происходят на побережье Баренцева моря. Двухнедельный скачок во времени. В реальности за этот период должна произойти вакцинация всех причастных к ликвидации последствий инфицирования служб. А затем участники приступают ко второй части. Дезинфекцией территории заражения занимаются военнослужащие. Ликвидация погибших от сибирской язвы оленей происходит на месте падежа. Транспортировать зараженное животное категорически запрещается. Трупы придают огню. Налицо четкое межведомственное взаимодействие, резюмирует ход учений заместитель начальника регионального управления МЧС Александр Игнатьев. Ключевым моментом является анализы по сибирской язве. То есть, когда наступает момент Че? Когда это сибирская язва или когда это не сибирская язва? Наши ветеринары нам дают 24 часа, с учетом того, что их доставят туда своевременно, в тундру, они отпор произведут, сделают анализ, они нам дают 24 часа. То есть, это говорит о том, что через 24 часа уже включается весь режим чрезвычайной ситуации. Значит, это сегодня все было как раз за кадром. Основные итоги учений подведут позже. Надо отметить, что подобные учения в Арктике проходят впервые. Основная цель исследования вопросов применения сил и средств МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Учения проходили в семи регионах с отработкой 12 вводных. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. На еженедельном оперативном совещании главы региона с руководителями органов власти обсудили текущие вопросы повестки дня. В частности, речь шла о возобновлении плановых приемов пациентов и профилактических осмотров в медицинских учреждениях Ненинского округа. Оказание плановой медицинской помощи, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, возобновили с 1 сентября. Напомним, с июля текущего года плановый прием граждан в поликлиниках округа был приостановлен ввиду неблагоприятной обстановке. Такое решение было принято для снижения риска инфицирования жителей региона COVID-19 при посещении медицинских организаций. С 1 числа текущего месяца во взрослой городской поликлинике открыта запись к терапевту, хирургу, травматологу, эндокринологу, лору, онкологу, офтальмологу и дерматологу. В детской поликлинике запись к специалистам открыта на ближайшие две недели. Руководитель профильного ведомства также проинформировала в ходе совещания о том, что 6 сентября в регионе стартовала прививочная кампания от гриппа. В медицинских учреждениях региона в наличии две вакцины – Савигрип и Ультрикс-Квадри. Сделать прививку может любой желающий. В регион по федеральной квоте доставлено порядка 9 тысяч доз вакцин. Всего в 2021 году в ходе прививочной кампании планируется вакцинировать 16 тысяч взрослых и 9 тысяч детей. В ходе заседания руководитель департамента строительства ЖКХ и транспорта Павел Масюков доложил о начале отопительного сезона. По его словам, еще в минувшую пятницу во все образовательные, медицинские и социальные учреждения, а также в многоквартирные дома было подано тепло. Павел Масюков также отметил, что капитальный ремонт жилых домов уйдет согласно графика. В этом году будет отремонтировано 16 домов, в четырех из которых ремонт уже завершен. В следующем году планируется капитально отремонтировать еще 17 домов. В ходе обсуждения также подвели итоги круглого стола, посвященного Дням Печоры, в ходе которого в том числе обсуждались вопросы дно углубления главной водной артерии в регионе и берега укрепления в ряде населенных пунктов округа. Как сообщил руководитель Департамента природных ресурсов ИПК и экологии Альберт Чебдаров, в настоящее время проектируются работы по берегу укреплению в районе городской Бандарки и в селе Несь. Планируется также разработать проект укрепления берега в селе Великовисочное. По инициативе жителей многоквартирных домов можно организовать ремонтные работы и привести внутренний двор в порядок, чтобы и машину непроблематично было припарковать в любое время года и детям погулять на площадке рядом с домом. Дарья Чупрова продолжит тему благоустройства при домовой территории. Жители дома 22 на улице Волчейского, а также 2-го и 4-го дома на улице Ненецкая собрались обсудить благоустройство дворовой территории. К ним присоединились и представители власти, чтобы определиться с дальнейшим планом работы. Не первый год уже бьемся о необходимости организации здесь выездов, въездов, то есть на въезде в двор ямы. Также необходимо обустроить автомобильную парковку ввиду того, что здесь хаотично все установлено, в том числе детская площадка, которая отсутствует, необходимо благоустройство. Работы собираются проводить не только во дворе, но и у музыкальной школы. Там также надо предусмотреть парковочные места для автомобилистов. Эта территория была отобрана в рамках проекта «Городская среда». Жители путем голосования выбрали участок в городе, который в первую очередь необходимо благоустроить. Помимо этого проводились и непосредственно собрания с жителями домов. Мы в июле месяце повторно провели голосование о том, что жители готовы и согласны с благоустройством, и согласны включить свой ресурс, как трудовой, так и финансовый, подключить в эту работу. Потому что планируем, что это благоустройство станет на обслуживание управляющих компаний этих трех домов. По словам сенатора, это будет положительный пример партнерства инициативных жителей региональных и муниципальных органов власти. Если здесь комплексно подойти к благоустройству территории, она будет эффективна не только для жителей этих домов, но и в целом для жителей города, которые пересекают здесь улицы. Ведь данный участок – центральный район столицы Ненецкого округа. Полагается, что благоустройство начнется уже в следующем году. Федеральные органы власти услышали нас, наши вопросы о том, что всеобразной методикой изменена была расчета получения финансовых средств, которые позволяют нам увеличить фактически в 10 раз федеральные средства по проекту «Комфортная городская среда». Проект еще будет обсуждаться. Решатся, какие конкретные элементы благоустройства необходимы. Дорожное покрытие, правильно организованные парковочные места, детская площадка или силовые тренажеры. Все эти площадки делаются из экологического чистого материала, который произведен на нашей территории Российской Федерации, безопасный для детей, безопасный и комфортный. Потому что наша задача – это безопасное и комфортное проживание наших жителей. С октября по декабрь будет проводиться распределение бюджета и обсуждение деталей проекта. Все это для создания комфортных условий для разных поколений, от малышей до людей старшего возраста. Чтобы из окна было приятно смотреть во двор, и на улице проводить время. Дарья Чупрова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Неневском округе немало талантливых людей. Многие совмещают свое хобби с основной деятельностью. Это некое отдушина после тяжелого рабочего дня. Но что, если ваше хобби может принести еще и доход? О девушке, которая решила зарабатывать не только на профессиональном поприще, но и на своем хобби, расскажем далее. Иногда увлечения из детства во взрослом возрасте возвращаются в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. Так и случилось с Анастасией Жорник, которая еще со школьной скамьи любила рисовать, но не хотела связывать с живописью свою дальнейшую жизнь. Но пандемия и 10-дневный домашний карантин вернули в ее жизнь хобби, к которому она думала вернуться только на пенсии. Она взяла холст, краски и решила написать картину просто для себя. Тем более сейчас это достаточно актуально. Сейчас больше обращают внимание, что в интерьеры добавляют картины, которые все большее значение имеют завершать образ самого интерьера в квартире. Мне самой захотелось для себя конкретно написать картину, которую мне бы хотелось повесить на свою стену. И так на черном холсте появились золотые листья. Рисовать Анастасия больше любит акрилом, из-за того, что краски дают яркие цвета. Но и новые техники пробовать не боится. Так в свои работы она часто добавляет текстурную пасту, чтобы расставить акценты. Как признается Анастасия, часто в голове есть идея, которая во время написания выливается в нечто совсем другое. Берешь холст и смотришь, и думаешь, что я хочу вот так нарисовать. И начинаешь это выполнять. А потом бывает так, нет, мне это не нравится, очень прекрасно можно все стереть и попробовать по-другому. Но все время это какой-то импульсивный такой, импульсивная ситуация, когда вот что-то вот подталкивает на это. Ну, руки сами это делают. Продавать свои работы Анастасия начала совсем недавно. В мае она сначала начала рисовать для себя и своих знакомых, а уже летом обратилась в Центр развития бизнеса и решила монетизировать свое хобби. Но, конечно же, есть свои сложности. Сложно, что тебя не знают. Это самое главное. Вот я даже, кстати, устраивала такое меню вернисаж на улице, прям взяла свои работы, вышла на лавочки, разложила все это. Людей интерес, конечно, появлялся, смотрели, подходили, спрашивали, разговаривали. Сейчас картины Анастасии можно приобрести на выставке ярмарки, сделанной в НАО, а также через страницу в Инстаграм. Но на этом художница не планирует останавливаться. В планах оборудовать студию, в которой можно было бы на постоянной основе проводить мастер-классы. Очень мало мест в нашем городе, в котором можно расслабиться взрослым людям. То есть в плане того, что надо отвлечься от каких-то будних забот, перезагрузиться, так скажем, и получить, в принципе, в конце, в итоге, свою картину, которую ты написал сам, уже погордиться собой, как творцом собственного холста. Анастасия пишет картины в единственном экземпляре, чтобы каждый мог добавить в свой интерьер изюминку. И при этом она была бы индивидуальна. Ведь от атмосферы в доме зависит и настроение его жильцов. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. У истоков черного золота. Выставка с таким названием открылась на Ринмаре. На экспозиции представлены предметы как из фондов окружного музейного объединения, так и из Воркутинского музейного выставочного центра. Огромную коллекцию экспонатов для выставки передала вдова Георгия Чернова из семейного архива. Чернов-Большеземельский. Именно так называли Георгия Александровича близкие друзья. Геолог, ученый посвятил изучению нашей тундры 60 лет своей жизни. На открытие поистине уникальной выставки приехала вдова Чернова. Любовь Николаевна рассказала о неоценимом вкладе мужа в развитие геологии, Ненецкого округа и Севера в целом. Конечно, если бы он сейчас приехал сюда, он бы был очень рад, потому что на самом деле он был непризнанный в советское время. И как-то все это обходилось стороной. И в основном в советской литературе, если вы откроете любую книжку, как писалось, выставился десант геологов, и месторождение открыто. А как оно было открыто? Сколько было ученых? Сколько было первых женщин-геологов? Это была целая русская школа геологов, которые занимались изучением этого нашего края, необыкновенного. 60 полевых сезонов Большеземельской тундры, и каждый раз из поездки он привозил открытия в области геологии, палеонтологии и археологии. Георгий Чернов был разносторонне развитым человеком, не пропускал ни одного артефакта на своем пути. У меня такое ощущение, что это люди были святые. Вот он по натуре был аристократом, и жил он очень скромно. Это был духовный аскетизм во всем. То есть он практически, он считал самое главное, это питание у человека должно быть хорошее. Вот одежда или там какие-то вещи, он на это вообще практически не обращал внимания. На выставке представлены предметы из семейного архива геолога. Впервые экспонируется коллекция личных вещей ученого, переданных в собрание музейного объединения его супругой Любовью Черновой. За каждой вещью история. Одной из старейших, я так понимаю, это ступка, которая нужна для размельчения породы. Она принадлежала еще отцу Георгия Александровича, известному геологу Александру Александровичу Чернову. Второй бы, наверное, я поставила на второе место спальный мешок 1940 года, который сшила первая жена Георгия Александровича, Тамара Николаевна. И, наверное, знаменательно, что набит этот мешок пухом гусей, которые еще в 1939 году плавали по реке Кове. С приветственным словом к собравшимся на торжественное открытие выставки обратились первые лица Ненецкого округа. Я хотел бы поблагодарить Любовь Николаевну, организаторов этой выставки, и выразить слова признательности не только от себя лично, но и от всех жителей округа, что действительно в такое непростое время эта выставка состоялась. Поздравляю вас с этим. Выставка будет интересна широкому кругу людей, любящих и изучающих историю Ненецкого округа. Через личность ученого можно лучше узнать об освоении нашего региона. Одними из первых ее посетили участники клуба скандинавской ходьбы. Ирина Терещенко поделилась впечатлениями. Мне интересна эта выставка, во-первых, изучением великих людей России. Для меня этот человек – это великий человек, человек, который посвятил себя служению Отечества. Поэтому мне всегда интересно, как можно больше узнать о таких людях, что ими двигало, почему они создавали вот такие вещи, такие же шедевры. Я всегда немножко таким языком говорю от культуры, шедевры. Но это тоже шедевры – изучить весь этот природный пласт, и что это дает для Ненецкого автономного округа, ну и в целом для Российской Федерации. Работа выставки продлится до 31 октября. Сотрудники музейного объединения подготовили две экскурсии. Одна из них расскажет о биографии Георгия Чернова, а другая – интерактивная, ориентирована на школьников и поможет им получить новые знания о полезных ископаемых Ненецкого округа. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.